здравствуйте друзья здесь демитков юрий продолжаю серию про структурную ноту спустя день посмотрите что у меня сейчас в личном кабинете вот они структурные продукты переходим сюда я перевел 990 рублей назад здесь 100000 все в автоколе вот так инструменты посмотрите инвестиции автокол на корзину алроса мо x и так далее смотрим на этот автокол и здесь подробнейшим образом расписано вот они базовые активы и соответственно есть про барьер отзыва каждого актива и сейчас барьер выплаты купона вот они эти барьеры здесь точно показаны цифры которые есть они абсолютно уже ну реальные и ну то что получилось в результате вот поэтому смотрим сюда посмотрите алроса барьер отзыва 74 26 барьер выплаты купона 63 12 московская биржа 94 70 барьер выплаты купона 80 целых пять десятых ну и так далее красным цветом это то что превысила текущая цена вот она текущая цена текущая цена выше чем барьер отзыва вот он красный то есть уже одна акция выросла теперь давайте посмотрим что у нас на графике я тут немножечко поколдовал ну во первых я все вот эти графики которые у меня были я их сделал те цифры которые у меня есть я ввел сюда вот посмотрите что у меня хуже всех люди говорили что хуже всех будет алроса давайте посмотрим где у нас алроса алроса ничуть не хуже она практически одна из лучших мосбиржа лучше сбербанк по моему хуже всех нет хуже всех нлмк вот он он упал и я сделал еще один график для того чтобы наблюдать вот за этой гонкой я на один график все четыре акции вывел в процентном соотношении вот он этот график посмотрите и здесь можно наблюдать очень хорошо за этой гонкой вот сейчас я его увеличу посмотрите вот он этот график здесь 30 минутный вот давайте я покажу его в разрезе вот таком четырехчасовом вот посмотрите это нлмк вот он шел шел поднижался и вот эта красная линия все старт здесь сто процентов у каждого актива вот она старт значит это у нас алроса это у нас мосбиржа и это у нас сбербанк давайте смотрим сейчас спустя сколько то там но сейчас у нас 12 часов вот вы видите 1203 1 ноября спустя сутки буквально после запуска этого актива кто у нас да здесь очень хорошо наблюдать за худшим активом вот в чем кайф вот на этом графике худший актив и худший актив сейчас это естественно и ожидаемо нлмк минус 2,32 то есть смотрите здесь очень удобно всегда видно худший актив минус 1 34 процента это сбербанк минус 0 0 1 процент алроса и мосбиржа выросла но у нас интересует конечно же самый нижний актив сейчас это минус 2 31 нлмк вот таким вот образом буду держать вас в курсе вот она красная линия минус 15 те кто если хотя бы если вот это вот худшая акция худший из этих четырех пересечет красную черту все и и когда следующая классная красная черта будет это момент выплаты купона то есть ближайшая до 29 ноября на 29 ноября если самое худшее из этих акций будет ниже чем красная черта все не видать мне вот этого ближайшего купона ну посмотрим наблюдаем я буду держать вас в курсе но наверное уже не так часто потому что ну я буду может быть постоянно включаться в другие видео о том что происходит вот с этой структурной нотой ну по поводу других структурных нот у меня спрашивали почему я выбрал именно эту ну просто другая нота была я уже говорил что она не сильно отличается от от этой это отличие только там вместо алрос и магнит кто из них лучше я не знаю я решил что лучше все таки алроса чем магнит потому что что то с магнитом у втб не получается отжать они его отжали по подмяли под себя но что то то значит они из ленты директора назначили сказать что то не пошло у них там потом из пятерочки назначили тоже что то не пошло ну короче говоря сейчас они уже режим будут переименовывать эти магазины в стороны какие то но черт его знает в общем сказать будущее там очень неопределенно с магнитом я не знаю алроса я выбрал все таки крупная компания во первых во вторых она недавно поглотила очень прибыльную компанию алроса нюрба вот полностью они слились поэтому я думаю что с алросой все наладится вот и по поводу другой компании давайте посмотрим на нее вот другую компанию которую можно было выбрать вот они структурные продукты там компания тоже которая на один год 20 процентов один раз в 30 дней здесь посмотрите автокол на корзину из чмф лукойл роснефть и яндекс чмф это северсталь ну северсталь и нлмк примерно одного класса компании потому что и там и там стали и там и там прокат вот поэтому ну я выбрал нлмк ту корзину в которой есть нлмк лукойл ничего с лукойлом я считаю не будет потому что куда я не поеду во всех странах я вижу лукойл вот но я думаю что с лукойлом ничего плохого не будет роснефть роснефть вот самая там компания которая мне меньше всего нравится почему потому что она но очень близка к власти и очень сильно зависит от политики от политики то есть экономики я там не очень вижу там в основном сечен нажимает на политику на силовое давление мне это не нравится это главная причина потому что ну почему мне не нравится вот именно эта корзина вот ну и яндекс яндекс мне нравится я думаю что он вырастет вот но по поводу других структурных продуктов которые доступны это с регулярной выплатой то есть вот эти вот три мы рассмотрели есть еще возрождение роста на три года 15 процентов годовых период наблюдения мне не нравится один раз в год понимаете если через год никто не вырос то что я ничего не получил и не интересно никакого драйва тут хотя бы каждый месяц есть о чем поговорить здесь быстрый купон на 90 дней 20 процентов годовых и выплаты один раз в конце срока ну это как бы получается что как лотерея либо выиграл либо проиграл но что-то мне не очень мне хочется вот чтобы был драйв там каждый месяц вот то есть я могу например получать в течение месяца 20 процентов и значит в последний момент там обвал произойдет накануне закрытия но я получил 20 процентов практически 20 процентов за год а тут обвал небольшой да я получу акции худшей компании ну это какие акции какой худшей компании это будет либо алроса либо мусбиржа либо нлмк либо сбербанк ну в любом случае это неплохие акции просто подождать и они вырастут нормально но то я считаю вот и здесь еще одна нота два года 18 процентов два раза в год на корзину Северсталь ФСК ЕС Лукойл и Роснефть ну неплохая нота два раза в год выплата это очень даже неплохая нота я думаю что вот как раз вполне себе нормальный продукт вот ну сейчас я хочу завершить здесь все продолжается сейчас мне надо ехать в Москву честно говоря поэтому все ребята лайк спасибо за внимание оставайтесь на моем канале очень скоро будет очень много интересного потому что я вот сейчас брал интервью во вторник у одного очень интересного парня он инвестиционный продюсер так он себя называет очень интересный очень интересный человек и оставайтесь на канале не скучно будет спасибо за внимание с вами был Демитков Юрий спасибо за внимание